Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемые гости, члены жюри, в этом прекрасном зале мы начинаем участвование наших главляторов в конкурсах инженер года победителей молодежной премии «Надежда Растения». Вся конкурс инженер года в эту году прошел 20-й раз. В конкурсе приняли участие около 70 тысяч человек. Конкурс проводился по 2 версиям – инженерные искусства молодых и профессиональные инженеры – по 45 номинациям. В 45 номинаций было нашего конкурса. Прошли региональные конкурсы на высоком уровне. На федеральный уровень после первого тура прошли 904 работы. По версии профессиональные инженеры во втором туре прошли 244 инженера и по версии инженерные искусства молодых – 162 человека. Я всех вас поздравляю с преодолением тех преград, которые у вас были, с победой в этом конкурсе. И передаю в микрофон президенту Российского и Международного союза научных и инженерных общественных объединений, председателю жюри этих конкурсов, члену президенту Мороссийской академии наук, академику Юрию Васильевичу Гуляеву. Дорогие коллеги, инженеры, я должен вам показать, что этому конкурсу придается на самом деле общероссийское значение. И руководство наших страны относится к нему очень позитивно. И вот Владимир Владимирович Путин, наш президент, прислал к нам, к вам, всем приветствую, поздравляю. Победителем 20-го всероссийского конкурса, инженер года 2019 и лауреат Кремии Казахстана. Уважаемые друзья, приветствую вас в торжественной церемонии честного и опобедителями всероссийского конкурса, инженер года 2019 и лауреат Кремии Казахстана. Наша страна по праву славится в блестящих приятах талантливых инженеров, конструкторов, изобретателей, и канализационных производств. Их природные открытия и разработки стали мощным вкладом в развитие отечественной научно-технической мысли, в укреплении значимого потенциала ключевых отраслей отечественной экономики, промышленности и обработки промышленного комплекса. И совершенствует, конечно, творчество образования. Важно, что традиции творческого созидательного труда продолжаются. И сегодня престижные награды вручаются, вот и вручены, достойным представителям науки и инженерного корпуса из разных регионов России, среди которых немало молодых ученых и специалистов, тех, кто только начинает свой профессиональный путь, кого объединяет искреннее стремление добиваться успеха, работать на благо нашего Родина. Убежден, что ваше знание, способность, инициативность, инновательство обязательно будут востребованы. От души поздравляю победитель и лауреат. Халаю вам всего самого-самого доброго. Владимир Владимирович Бутин. Владимир Владимирович Бутин. Владимир Владимирович Бутин. Владимир Владимирович Бутин. Итак, лауреат уперии Надежда России на 2019 год. Определен мурашник Вячеслав Владимирович, заместитель начальника отделения наушно-производственной корпорации системы экстрадиционного предостроения за работу создания средневысотного ретро-рефлекторного спутника с утром-метровой ошибкой цели иного вида космических ретро-рефлекторных систем с инфляционными возвратирующими поклятиями. Город Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Победителем молодежной премии в области науки и техники надежды России за 2019 год определен Шилкин Евгений Александрович, инженер-конструктор первой категории вне сигнал, город Ковров Владимирской области за работу, разработка и конструкторское сопровождение приборов из состава механизмов наведения боевой машины инженерной системы дистанционного минерана. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Третья работа Третья работа, награжденная по молодежной премии в области науки и техники надежды России была представлена авторским коллективом Бабкова Татьяна Игоревна, старший научный сотрудник, Глибенко Валерьевич, ведущий инженер, Мазеева Алина Константиновна, старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов ПАЛИТЭ имени Галейнина, город Санкт-Петербург, за работу в создании комплекса инновационных материалов и технологий для повышения срока службы судового оборудования и корпусской конструкции. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу напомнить, что в ряды премии, молодежной премии «Надежда России» получают не только дипломы, медали, но и грант на сумму, если это индивидуальная работа, 100 тысяч рублей, если это коллективная работа, 150 тысяч рублей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 по лауреату. Есть желание? Г-н Муашин. Будете выступать? Пожалуйста. Уважаемые участники конкурса, гауреаты, победители, я еще раз поздравляю всех с этим знаменательным днем. События действительно торжественные, потому что если в жизни есть какая-то цель, то это постигать какое-то новое знание и добиваться чего-то раннего светлого. Вы все в этом преуспели, мы все молодцы, я всех еще раз поздравляю. Спасибо большое организаторам конкурса, почетному жюри, с вами очень приятно было познакомиться, узнать о таких именитых талантливых отчетах, которые уже свой путь прошли, передают опыт молодым поколениям. Спасибо вам большое за наставничество, за организацию и за те усилия, которые вы предлагаете. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . . . В области научной техники. Все более оперативными становятся механизмы сотрудничества в области научных исследований. Постепенно укрепляются научно-технические отраслевые связи. На беспрецепенно высоком уровне находится регулярное сотрудничество в области инженерных и технологических союзов МИО является не только связующим звеном китайско-российского инженерно-технического сотрудничества, но и важным мостом для связи между китайскими и российскими инновационными институтами. Я надеюсь, что через этот мост еженерно-технические сотрудники и сотрудники Китая и России смогут совместно развивать более продотворное сотрудничество, выявлять общие ресурсы двух стран, продвигать китайско-российское научно-техническое и инновационное сотрудничество на более высокий уровень, в более обширные области и осуществлять более активное и непрерывное развитие. Как вам известно, что в настоящий время в этот непростой для Китая период, связанный с эпидемией, вызванной коронавирусом, нового типа, Россия оказывает Китаю решительную поддержку в этой борьбе в моральном и материально-техническом отмене, что в полной мере отражает высокий уровень китайско-российских отношений всевернущего стратегического организма и партнерства, вступающего в новую эпоху, и прочную дружбу, когда обе страны совместно переносят невзгоды и оказывают в заголовок. В пользу случае, позвольте выразить искреннюю благодарность правительству и народу России, рассчитывая, что все коллеги из союза НИО смогут впредь укреплять обмены и сотрудничества с китайскими коллегами и в дальнейшем решительно поддерживать китайский народ в его окончательной победе в борьбе с обедением. Хотел бы вам сказать, что эта борьба с обедением продолжается уже два месяца. И эта борьба, конечно, по всей территории Китая под руководством представителей Сит-Любинга. У нас сейчас всенародная мобилизация. Конечно, мы знаем, что центры этой эпохи находятся в пранице Ту-Вэй, в городе Му-Лан. Это красивый город. Вы знаете, что первый мост через реку Янцы именно построили при помощи специалиста Советского Союза. Находится в этом городе. Мы в этом году отмечаем 75-летие победы над фашизмом. Именно во время Второй мировой войны. В войне сопротивления с японскими захватчиками. Советские летчики. Именно в этом городе воевали вместе с китайским народом. И там, конечно, погибло очень много советских героев. И сейчас в сохранности там находится память павшим советским солдатам. Хотел бы вам сказать, что это ген дружбы между нашими народами, между нашими странами. И, конечно, эпидемия находится в Питании. Реки и горы у нас разные. Но мы живем вот одним миром. Сегодня хотел бы вам проинформировать о том, что мы уже одержали первоначальную победу над этим вирусом. И только сегодня уже 2400 человек выписали из госпиталя. И эта переломная точка была 18-го часа. Уже пересекались, значит, когда поднимается выписавших, и когда, значит, это зараженных инфекций. Мы можем сделать такой прогноз, что к концу этого месяца, кроме провинции Убеи, в других провинциях, мы полностью уже рефитируем эту эпидемию. А в этой провинции Убеи, в Ухан, где-то к середине следующего месяца. Для борьбы с этой эпидемией, конечно, китайское руководство, китайское правительство выделяет особый гуман. Я только что сказал, что всенародная мобилизация действительно, значит, из всех регионов направляет туда, в эту провинцию, в этот город Ухан, медиков и медсестр. На сегодняшний день уже больше 30 тысяч медиков и медсестр работают на этой территории, этой провинции. И медицинские средства, медицинскую помощь. Мы хорошо знаем, что президент Путин в первое время нам правил телеграмму представителя степени в знак поддержки. Он в последнее время, пять раз, открыто высказался в поддержку в китайском доме. От имени представителя Совета Федерации Госдумы тоже направили письмо нашему представителю ВСЛП. С российской стороны направлялась делегация специалистов. Они там вместе работали с нашими специалистами. От российской стороны направлена помощь 23 тонн. И, конечно, российские друзья, они добровольны, они снимают видеокадры, и они распространяют, конечно, дружбу и поддержку. Мы это всегда помним. В целях содействия взаимовыходному наутино-техническому сотрудничеству между Китаем и Россией, особенно в области инженерных наук, официально являю, что с 2020 года посольство комменеров Российской Федерации совместно с Союзом НИО учредит специальную премию посла Китая в рамках всероссийского конкурса в знак призвания инженеров-победителей указанных областей. В этом году специально премия посла Китая будет присутствовать 12 инженеров в трех областях искусственный интеллект, передавшие производственные технологии и медицинские технологии. В том числе шести молодым инженеров в возрасте до 30 человек победитель поручит возможности за счет посольства комменов посетить и соответствующие научно-исследовательские учреждения и предприятия Китая. Желаю успешного проведения церемонии награждения. Желаю Союзу НИО бурного развития во всех сферах деятельности. Пусть китайское российское научно-техническое сотрудничество достигнет новых и больших результатов. За вечную трубу между нашими народами. Спасибо. Мы работаем на будущее. Поэтому сейчас, принимая ваши предложения о премии, говорим, что в будущем она будет поднажена, и у нас восстановится обмен между Китаем и Россией и сотрудничеством будет продолжено. В продолжительном периоде, с учетом ваших предложений, члены жюри отоправили 12 победителей конкурса инженер-глата и молодежной кемии «Инодельная Россия» и мы приглашаем их для включения сертификатов. Ячков Сергей Михайлович, Тюменский государственный университет, направление информационной технологии, искусственный интеллект. АПЛОДИСМЕНТЫ Зимина Ана Александровна, направление медицина, Федеральный государственный инвентарный и учебное учреждение ФРЦ «УШ» имени Эркстан. Меонтьев Виктор Сергеевич, направление современное производство Новгородский государственный университет имени Ярослава Муджова. АПЛОДИСМЕНТЫ Михайлов Виталий Владимирович, направление информационной технологии, искусственный интеллект, ведущий инженер, программист отдела системы автоматизированного проектирования ОАО «ТВЗ». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Михайлов Виталий. Идет? АПЛОДИСМЕНТЫ Получили. Следующий. Мурашкин Вячеслав Владимирович, направление современное производство, заместитель начальника отделения, научно-производственная корпорация системы прецизионного пряморастроения. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Павший Александр Владимирович, направление современное производство, кандидат в теоретический и мировой наук, Иркутский, научно-исследователь НИТУ, МИД теоинформационной технологии СИГЕ. АПЛОДИСМЕНТЫ Витряков Соломей Александрович, аппаратчик синтеза 7-го разряда цеха по производству «Алиакан», «Аро-Албатит», «Вологодская область», «Соломейный производственный производственный». И Суплаков Александр Александрович, аппаратчик синтеза 7-го разряда цеха по производству «АО «Уралэлектромеди». Я приглашаю всех награжденных для коллективного фотографирования с чрезвычайным полномочным постом Джанг Хань Хуэль. Другие кандидаты на эту награду не смогли аппаративно подъехать по уважительным причинам, и Российский Союз ДЕО обещает, что награды будут перед нами. Спасибо большое. Уважаемый господин посол, спасибо большое за такую большую честь для нас. Эта премия очень значима. Я хотел сказать, что трудности и проблемы, они временные. А сотрудничество и дружба, они останутся с нами в предыдущих веках. Россия, в частности, я представляю направление оптических технологий сотрудничества в космосе, очень рассчитывает на дальнейшее поддержание и развитие наших отношений. В знак нашей дружбы между нашими странами я приготовил небольшой сюрприз производства нашей корпорации, потому что производственная корпорация системы прецизионного приборостроения в Москве. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Вот Вячеслава Никонова, председатель комитета консультации, наш актив Российского Союза, члены жюри, академики, я бы попросил их высказать несколько слов. Прошу академика Александра Сергеевича Сигова, президента МГТУ МИРЭА, председателя комитета по изучению молодежной премии в одежде России, доктора физмат-наук, профессора. Спасибо. 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 Спасибо.